Кто представит Карачева-Черкесию на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года России-2024»? Имя победителя уже известно. Сегодня жюри регионального этапа его определило. Принимали участие в конкурсе педагоги всех районов республики. Площадкой для его проведения стал Центр для одаренных детей «Спутник». Какое задание предстояло пройти конкурсантам и какие методы и подходы они используют в своей педагогической практике? Расскажет Альбина Ламкова. Конечно же, совмещать работу и подготовку к конкурсу – это очень сложно. Потому что требования, конечно же, высокие требования. И соответствовать этим высоким требованиям данного конкурса очень сложно. Но мы, надеюсь, справились с этой задачей. Самое ценное – опыт, говорит Айшат Даттаева. У каждого участника есть свои методики преподавания. Она использует в обучении системно-деятельностный подход. Но в первую очередь Айшат Зулеевна ориентируется на детей. Поэтому проблемно-поисковые методы на любых этапах урока всегда приветствуются учениками. Вы проводите свой эксперимент, чуть-чуть потренируйтесь. На региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2024» каждый участник представил задание заключительного тура «Мастер-класс». Конкурсанты-преподаватели самых разных дисциплин. У каждого из них есть чем поделиться с коллегами и что показать жюри. «Хочется, знаете, стать для них чем-то хорошим, ценным. И уж если влиять на детей, то правильно, непременно. И чтобы через годы уверенно, гордо и честно сказать, я учитель». Всех без исключения объединяло трудолюбие и верность избранной профессии. Педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях и волнующих вопросах. 35 лет своего существования и развития конкурс гармонично вписался в жизнь педагогического сообщества. Это не просто конкурс, это возможность продемонстрировать лучшие знания, возможность поделиться опытом, возможность творческого самоопределения и, конечно, личностного и профессионального роста каждого из участников. В своем выступлении Инна Кравченко отметила то, что все конкурсанты уже победители. Победители муниципального конкурса. Но пришло время определить того, кто поедет в финал и достойно представить нашу республику в Саратовской области. Им стал Заур Каркмазов из пятой школы у Джугуты. Он учитель математики. Удержать внимание главное в процессе преподавания, говорит преподаватель. Самое главное, чтобы детей тянуло к математике, детей тянуло к науке. И, разумеется, я прибегаю к различным методам, игровым методам. Опыт участия в этом конкурсе, что даст вам в вашей работе? Мои коллеги, которые со мной соревнуются, великолепные преподаватели. Также, и, разумеется, я учусь у каждого из них чему-то новому, что я буду внедрять уже в своей практике. Принять участие в столь важном для каждого учителя мероприятии – большая награда. Конкурс – непростое дело, но, тем не менее, итоги подведены. Теперь можно с уверенностью сказать, что приобретенный опыт непременно повысит качество работы педагогов. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.